Здравия желаю! Сегодня я хочу показать схему вечного магнитного поезда. Сейчас. Схема простая. Вот этот толкающий, типа паровоз будет. Вот первый, видите? Вот рельсы. Здесь вот состав железнодорожный. Здесь вот толкающий небольшой, ну типа электровоз там. У него здесь большой магнит. Так. Мощный. Постоянный. Здесь расстояние вымеренное. Так, чтобы он толкал это. Здесь тоже магнит, но расположен наоборот. Другим полюсом к этому. Когда наоборот, то этот будет толкать этот. Далее. Чтобы это самое. Он же оттолкнул, и можно притянуться. То есть до него дойти, чтобы опять толкнуть. А для этого будут две пружины вот с этих сторон. Одна пружина и вторая. То есть он подсоединен пружинами. Вот этот толкач с магнитом подсоединен пружинами. Вот что происходит. Он пихнул магнит. Это магнит, значит, полюсом одним, а этот другим. Что получается? Этот отталкивает этот. Тут взорвый магнит. Он пихнул, эти магниты пошли. Поезд поехал. А дальше пружина, значит, когда он пихнул, пружины сжались. Он застал. Пружины сжались. Поезд этот рванул, пружины разжались, он снова пихнул. И так бесконечно. То есть видите, что получается? Эти пружины позволяют делать бесконечное движение. То есть в принципе-то все просто. Но вот для того, чтобы это внедрить, это нужна воля правителей. Ни у кого нет средств, чтобы все это сделать. Единственное, это на железной дороге, потому что она ровной. Там, как говорится, может и не пойдет, так как может в сторону завести вот этот вагон. Это все на железной дороге делается. А тут на на рельсах, на двух рельсах он никуда уже не пойдет.